К типичным нарушениям со стороны заказчиков специалисты относят неправильный отбор участников закупок. К примеру, в тех заданиях специально прописывают такие условия, при которых выиграть торги может только определенный поставщик. Еще одно частое нарушение – установление специфических требований к закупке. Так, в один заказ заказчик необоснованно включает сразу несколько товаров работы и услуг, которые не связаны между собой. Что касается недобросовестных поставщиков услуг, то таковыми нередко признают пассажироперевозчиков. К примеру, один из барнаульских предпринимателей заключил договор на осуществление регулярных перевозок по 37 маршруту по максимальной цене контракта на сумму 5,5 миллионов рублей. Но условия исполнял ненадлежащим образом. По условиям контракта, начиная с января 2024 года, предприниматель должен был обеспечить на маршруту, работав 5 автобусов малого класса, будние дни и 4 выходные. Однако перевозчик не исполнил взятые на себя обязательства. Фактически, начиная с 8 января, на маршруте в будние дни работал только один автобус, а выходные перевозки не осуществляли вовсе. В итоге контракт с пассажироперевозчиком был расторгнут, и барнаул лишился одного из востребованных автобусных маршрутов. Предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков. Всего за 6 месяцев такой список аутсайдеров отнесли 52 поставщика услуг. Все это говорит о том, что исполнение госконтрактов по-прежнему не обходится без проблем, и контроль за действиями участников сферы необходим, резюмировали специалисты. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.